Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Анапу освобождают от самовольно установленных торговых объектов. Глава курорта прошел по набережной и задал вопросы полиции и городским службам. Благоустроенный вид к 1 сентября обретет сквер возле пятой школы. Сейчас обо всем подробнее. Демонтаж и вывоз на специальную площадку. Такая участь ждет все самовольно установленные некапитальные строения. Сотрудники управления муниципального контроля ежедневно фиксируют нарушения и после уведомления собственников торговых точек принимают меры. Да, не популярные, но необходимые для того, чтобы навести порядок в городе. Наша съемочная группа поработала вместе с муниципальной службой. Подробности в сюжете. Оживленная улица Гребенская, проход на центральный пляж. Около торговых рядов отбоя нет от покупателей. Именно здесь специалисты управления муниципального контроля в ходе ежедневных мониторинга выявили два незаконно размещенных некапитальных объекта. Ларек травы Кавказа и деревянный стеллаж для торговли с сувенирами. Подготовили пакет документов и направили в межведомственную комиссию. По решению комиссии от 31 июля 2014 года решено демонтировать указанные объекты, на которые земельно-правая документация не оформлена. К ларьку травы Кавказа электричество подведено от соседнего магазина. И, конечно, услуги за расход электроэнергии никто не оплачивал. Электричество отключили. Специалисты управления муниципального контроля товар переписали, ларек опечатали. Такая же участь постигла деревянный стеллаж с сувениркой. Конструкции погрузили на эвакуатор, отвезли на специальную площадку. В течение шести месяцев предприниматели могут забрать объекты, предъявив документы, подтверждающие право собственности. А вот хозяин третьего незаконного объекта вовремя отреагировал на информационное письмо. Собственник проинформировал о том, что его коммерческий объект установлен без оформления в установленном порядке разрешительной документации. Собственнику вручено информационное письмо с целью демонтажа добровольно указанных конструкций. На что собственник земельного участка добровольно отреагировал и привел прилегающую территорию в надлежащий вид. В летнем кафе на улице трудящихся барная стойка, кухня расположены в пристройке частного дома. Столы для посетителей были расставлены на земле общего пользования. Теперь столы и стулья с тротуара убрали. Получали вы информационное письмо? Да, получал о том, чтобы демонтировать, убрать все с этой территории до тех пор, пока не будут сделаны документы, приведены в порядок. И что вы потом сделали? Убрал, все убрал и жду, пока будет положительный ответ на мои документы. В Анапе за первое полугодие 2014 года демонтировано 30 объектов. Один капитальный, 29 некапитальных. Борьба с незаконно установленными павильонами, ролетами и другими сооружениями на курорте идет полным ходом. Почему набережная Анапа по вечерам становится похожа на африканскую деревню с полуголыми чернокожими жителями, нелепыми тронами и экзотическими животными? И где находятся сотрудники полиции в то время, когда африканцы плетут отдыхающим косички, устраивают фотосессии, да и вообще чувствуют себя довольно свободно, не имея при себе документов и необходимых разрешений? Мы попытались найти ответы на эти вопросы. Всем известный проход к центральному пляжу вдоль реки Анапка. По обеим сторонам набережная, бойкая торговля. По большей части незаконная. Вот, например, наши чернокожие гости сидят, ждут клиентов. Тут же импровизированный тату-салон. Обратите внимание на руки девушки, которая делает рисунки и наколки всем желающим. А ведь большинство из них дети. Какая санитарная книжка, если она об элементарных правилах личной гигиены не знает? Неподалеку оказываются и сотрудники полиции. Но не похоже, чтобы нарушители сильно нервничали из-за их присутствия. С резонным вопросом, почему так происходит, мы подходим к стражам порядка. Но комментировать свою работу они отказываются. Ну что такое? Такое чувство, что вы боитесь собственного работы? Нет, я не боюсь собственного работы. Просто понимаете, как говорится. Зато вот этот молодой человек, очень разговорчив, и будто хозяин не только этого дворика, а всей улицы Гребенской, указывает нам дорогу. У правы пока не нашлось ни на него, ни на его подругу. И такая картина каждый день. Тату, негры на тронах, животные, которым место как минимум в зоопарке, но никак не в центре курортной Анапы. Накануне по главной прогулочной улице и набережной прошел глава Анапы. Заметим, тут же по рядам прокатилось заметное оживление. Троны спрятали за палатки, среди многочисленных отдыхающих замелькали люди в форме. Отреагировали оперативно на появление главы. Но почему не на нарушение? Этот вопрос задал Сергей Сергеев. Я сел сзади в машину и все, что видел, я не трогал. Я сюда доехал. Я видел. На колке стоит сотрудник полиции, казак и рядом с ним сотрудник ГИБДД. В метре сзади сидит ребенку на колке. Под грибочком на въезде сюда. Еще до цепочки. Дальше. Лавочка. Львенок. Люди. Фотографии. Дальше. Трон. Пять негров. Сытых, круглолицых, веселых. Следующая. Торговля. Занимают половину тротуара. Это что? Расскажи, пожалуйста. В ответ отрапортовали. Разберемся. Мы уделим сложное внимание этому вопросу. Внимание приезжим коммерсантам уделяют в пункте полиции неподалеку. Проверяют документы, устанавливают личности. Самый эффективный метод борьбы – выдворение за пределы страны. Но таких случаев в практике не густо. В метрах сорока от пункта полиции картина повторяется. Плетение афроамериканских косичек и фотосессии. Вот работа закончена, модели тут же переодеваются и неспешным шагом идут по набережной. Вот они, пожалуйста, идут. Смотри, откуда, с работы идут. И они никому не интересны. Он спит нам принесет. Он лихорадку принесет, которая сегодня уже по Европе гуляет. А мы не думаем, что это как-то выговоряет отсюда. Да не вижу я. Вон они себя спокойно чувствуют. Они должны прятаться, вот там под закустами должны домой идти. На следующее утро вопросы глава Анапы адресовал своим заместителям. А критику подтвердил примерами, выйдя с подчиненными на Гребенскую. Все та же незаконная реклама, стихийная торговля на тротуаре и жуткая грязь кругом. И не стыдно делать вид, что моют грязной водой по грязному асфальту. И то для отвода глаз. Антисанитария кругом. Чего только стоит эта столовая, через которую ежедневно проходят сотни отдыхающих. Протухшее мясо на вертеле, облепленное мухами. Выпечка, салаты и ни одного холодильника или специальной витрины. А на улице все плюс 35. И с такой столовой прямая дорога в больницу. Замызганная плитка у торговых точек и разводы на асфальте. В общем, впечатление удручающее. В очередной раз мэр Анапы потребовал от подчиненных на главных курортных улицах не ослаблять ежедневный контроль. А наш сюжет, надеемся, станет основанием для принятия мер правоохранительными и контролирующими органами. Зеленый островок Анапы. Сквер у средней школы номер 5. К 1 сентября обретет благоустроенный вид. 23 июля глава курорта Сергей Сергеев дал поручение своим подчиненным навести порядок в этом районе. Сегодня в сквере работают сотрудники Ремстроя. Сквер этот у школы и у магазина «Магнит» в большом густонаселенном микрорайоне пришел в негодность уже давно. Разрушилась плитка, морально устарели лавочки и урны, поэтому мусор и бомжи под разросшимися кустами и деревьями стали нормой. С 5 августа по требованию главы города Сергея Сергеева Ремстрой начал демонтаж старого оснащения и тротуарного покрытия. И сразу стали очевидной убогость и антисанитарный вид территории. К 1 сентября здесь появятся и новые дорожки, и новые лавочки. Во всяком случае, руководитель Ремстроя Алексей Геннадьевич Краснюк пообещал, что главу города он не подведет. И жители 1 сентября увидят здесь современный аккуратный зеленый уголок. Демонтируем наши лавочки, старые 12 штук, бетонные. Они уже пришли в негодность, потому что срок службы будет примерно уже порядка 15-20 лет. Демонтируем плитку, ставим новые бордюры, будем приводить в соответствие зеленую зону, то есть обрежем ее, приведем в нормальное состояние. Сделаем так, чтобы было все красиво. Остается только добавить, что магазину, аптеке и банкам не удастся больше безучастно наблюдать, как автомобили разрушают плиточное покрытие рядом с их заведениями. Придется и владельцам этих заведений взяться за наведение порядка вокруг. И к другим темам. Показательным выступлением завершились всероссийские сборы гимнасток, воспитанниц детско-юношеских спортивных школ. 11 городов России командировали в Анапу лучших и перспективных спортсменок. Чему они научились, увидим из репортажа наших корреспондентов с гала-представления по художественной гимнастике. На гала-концерт юных гимнасток приехали родные и близкие. Такое событие бывает раз в год и к тому же в Анапе, где можно совместить полезность с приятным. Приезжаю уже четвертый раз в Анапу. Мне очень здесь нравится на самом деле. Небольшой город, очень приветливые люди, очень комфортная погода, тепло и шикарнейший зал. Михаил Первых является хореографом сборной России по художественной гимнастике. Он был выводящим тренером прославленной российской чемпионки Алины Кабаевой. Его команда не менее именитая и представительная. Это лучшие хореографы-постановщики страны. Среди них Наталья Глебова из Сочи, первый тренер чемпионки мира Дарьи Кондаковой. Мы в Анапе проводим уже третий год подряд. Нам очень нравится эта база, очень хорошая база. И, конечно, таких баз побольше. Когда мы узнали, когда только построили, сразу же поговорили с руководством этого комплекса. Потому что и с проживанием здесь можно, и питание можно, и сразу сбор организовать. Великолепно. Просто все в восторге, все дети просто. И тренера тоже благодарят. Слаженным, артистичным, грациозным па предшествовали хореографические классы у так называемого станка, у которого занимаются настоящие балерины и профессиональные танцовщицы. Но эти занятия специально адаптированы для гимнасток. Классический препоросионный гранд-батманы заслуженный тренер России Михаил Первых трансформировал в движение гимнасток на ковре. Приехали, чтобы получить больше опыта, стать лучше заниматься, научиться владеть предметом, так как появились новые правила, надо еще больше стараться и больше получать опыта. И как-то понравилось? Да, очень понравилось. Тренерский состав очень понравился, просто замечательный. Я узнала, как стоять на боворотах, крутить их хорошо и работать с предметом. Я старалась, тренировалась, крутила много очень нового. И мне очень понравились танцы, и народные танцы мне очень понравились. Повороты не умела, научилась. Я тоже. Я села синий пулев на шпагат. Около ста юных воспитанниц спортивных школ России командами поочередно выходили на ковер спортивного комплекса «Олимп», чтобы продемонстрировать мастерство, которому научились уменитых тренеров за 10 дней сборов. Я постараюсь каждый год в Анапе собирать такой творческий коллектив всех направлений. И девочкам давать не только то, что касается предмета, то, что касается техники тела, художественной гимнастики, но еще и, конечно, растанцованным, чтобы девочки научились двигаться, научились танцевать, научились чувствовать себя комфортно в различных направлениях. Самым маленьким гимнасткам по 7 лет. Они показывают сценки из любимых мультфильмов. Девочки постарше могут станцевать с мечами ламбаду, зажигательный чарташ и исполнить лирические композиции, ни на йоту не отступив от канонов художественной гимнастики. Возможно, среди этих юных талантов сегодня танцуют будущие чемпионки. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В четверг, 14 августа в Анапе солнечно и ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 29-31, ночью 25-27 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 27 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48 300 и 48 333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова